Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Артёмова рассказала о новостях с острова. Нам ведущие сказали переселиться в бунгало с виллы. Видите ли, место мало Никите и Лизе для сближения. Теперь наша комната занята Никитой. Также Никита хочет заселиться в одну комнату с Лизой, но она пока против. Сергей Кучеров познакомился с родителями Саши Харитоновой. «Я был шокирован от того, что все так быстро произошло», — написал Сергей. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Виталий Милонов предложил закрыть телепроект Дом-2, а вместо него транслировать больше кулинарных передач. Он сказал журналистам, «Надо запретить в принципе такое явление на нашем телевидении и радио». Бывший участник проекта Семён Фролов высказался по этому поводу. Сколько ещё таких пустых разговоров о закрытии Дома-2 будет идти? Все средства массовой информации контролируются государством, так возьмите и закройте, что трепаться-то просто так годами. Ещё один деятель пиарится за счёт Дома-2. Актёры спектакля «Мужчина на расхват» поддержали свою коллегу Марию Горбань, которую неожиданно заменили Ольгой Бузовой. Они отказались играть без Марии. Татьяна Африкантова рассказала о съёмках передачи, где кроме неё принимали участие Ирина Агибалова и Ольга Васильевна Гобозова. Эта передача говорим и показываем на НТВ. Ирину Александровну проверили на детекторе лжи, и он доказал, что у неё отсутствует судимость. Татьяна Владимировна сказала в перископе, что Агибалова потребовала миллион за моральный ущерб, плюс 700 тысяч ещё за что-то. Также она потребовала извинений, но Африкантова отказалась извиняться за клевету, и теперь они встретятся в суде. На съёмках также присутствовали и другие бывшие участники Дома-2. Ольга Солнце рассказала журналистам о своём новом избраннике. Она встретила его на свадьбе подруги. Маркетолог Никита очень долго за ней ухаживал. Это первые серьёзные отношения у Ольги после того, как она была в паре с Майем Абрикосовым. Вика Романица и Элина Камерен, которые находятся в Дубае и рекламируют одежду, публикуют совместные снимки. Алиса Огородова похвасталась новой стрижкой. Зрители считают, что она полностью скопировала Ольгу Бузову. Длинные волосы она сменила на короткую стрижку точь-в-точь, как у Ольги. Саша Задойнов рассказал о съёмках, в которых он принимает участие. Подошли к концу съёмки сюжета о судьбе детской хоккейной школы. Смотрите этот сюжет на телеканале NBC. Ольга Бузова находится в Испании, в Мадриде. К ней на день рождения приехали также подруги и сестра. Бузова рассказала о своей новой песне. Она называется «Привыкаю» и появилась в сети ко дню рождения ведущей. Бузова уделила большое внимание внешнему виду обложки сингла. Она позировала фотографу абсолютно голой, прикрываясь только подушками и одеялом. С созданием песни Бузовой помогла её близкая подруга, певица Елена Темникова. Она давала Ольге уроки вокала. Диана Игнатюк опубликовала новый снимок со своим молодым человеком. На снимке она занимается интимом в общественном туалете. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.